как благоустроить собственный двор сделать комфортным свое место жительства и городскую среду вокруг об этом мы поговорим сегодня это актуальное интервью здравствуйте у нас в гостях сегодня представители общероссийского народного фронта вячеслав сочнев и виктор синявин здравствуйте благодарю вас за то что приняли наше приглашение вячеслав я знаю что вы приняли участие в семинаре по федеральному проекту формирование комфортной городской среды что это за проект и как он будет реализовываться на территории нашего города округа я если можно разделить немножко ваш вопрос на две составляющие первое про буквально пару слов расскажу про сам семинар вот и потом как этот проект будет реализовываться на территории нашего города семинар прошел городе казани семинар длился два дня участвовали в семинаре был президент татарстана был министр строительства российской федерации бы заместитель министра были руководители подмосковья то есть то есть достаточно так скажем высокий уровень делегаций был вот она сам семинар приглашались помимо сотрудников народного фронта приглашались были сотрудники жилистокоммунального хозяйства то есть окружных окружных и города наша делегация достаточно представительная была на этом семинаре что можно сказать ну право выступление отдельных всех очень сложно сказать но казань казань в этом деле вот именно семинар был посвящен а приоритетному проекту формирования комфортной городской среды этот проект хочу сказать он конечно был был инициирован политической партии единая россия это их приоритетный проект один из его приоритетных проектов то есть наша функциональность то есть народного фронта мы как представители этот народного фронта будем участвовать в этом проекте будем помогать и ну наверно немножко контролировать так очень понравились выступления президента татарстана то есть он очень грамотно очень емко рассказал про вопрос там про как на территории татарстана реализовывается реализовывается данная про данный право данная программа то есть она у них это уже до этого была принята может там название может немножко не такое вот достаточно комплексный подход то есть это не просто двор да там взяли там двора а это все начиная начиная какие должны быть дома какие должны быть входы в дома какие как должны строиться допустим магазины какие как реклама размещается то есть очень большой комплексный такой скажем программа то есть вот она сама внутри и как результат но это опять же немножко наперед забегу или вот мы когда ехали с аэропорта то есть саму гостиницу где само место проведения на это дороги очень ровные все чистенько то есть это видно что это не просто на словах то есть реализовывается но и на деле то есть вот эти эти ну этот эта программа вот по самой программе сама программа выделяется порядка двадцати стиральных денег порядка двадцати миллиардов ну вот округ будет тоже участвует наш округ но так как наш округ является округом донора то здесь маленький нюанс по поводу того сколько и как объема будет выделяться федерация федерации в нашему округу но на этот год уже деньги предварительно заложены то есть бюджете то есть и сама работа уже так скажем началась по к сожалению временном характере мы достаточно все сжаты поэтому вот хочу вам показать это вот то что на столе это нам только раздачного материала было дано то есть уровень представляете то есть вот и здесь вот алгоритм действия региональных и местных властей по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды здесь всего все записано все по срокам 1 марта 15 20 там 1 апреля и так далее что должно быть принято и что поэтому работы предстоит очень большая но хочу сразу акцентировать внимание на то что программа на три года на три года поэтому то что в семнадцатый год кто не успеет как бы нечего волноваться то есть соответственно в восемнадцатом году и их одну издюминку этой программы это впервые такая программа реализовывается на территории россии здесь главное главное главным движущей силой этой программы выступает не чиновник не какие-то люди а выступают именно жители дома чтобы тоже как бы обращаясь к жителям нашего округа города вот ваш двор не будет рассматриваться если вы сами не соберетесь то есть и не проголосуете за то что здесь как благоустраивать там скамейки ставить там дворики там детские площадки и так далее и тому подобное этому уделялась и на самом семинаре разговор говорили каким образом то ведь на самом деле если человек соучаствует он сам принимает в решении данного проекта вот то он потом и относится к этому если это будет спущено сверху да ну человек ну как бы на халяву пришло там не соответствующие отношения вот поэтому здесь очень в этом проекте будет главное это люди главное это люди жители домов те которые хотят произвести благоустройство вот это важно так получается когда как принять участие людям в этом проекте как принять участие вот людям тоже у нас есть тут я прошу прощения да тут как есть тоже такая как как включить мой двор программу благоустройства 2017 года или с тем шагом комфортной дворовой территории это минстроевские такие инструкции так скажем вы можете их найти на сайте минстроя вот где пошагово описано как и что должно делать вот как и раму чтобы люди могли понимать что самое главное самое главное это конечно самое главное это создание создание инициативной группы то есть грубо говоря в каждом дворе должны найтись такие активные люди которые вот займутся именно этой программе вот самое главное если вот этого не будет вот этой составляющей то что дальше она все как бы никто не будет потому что никто за вас то есть даже вот члены партии так скажем мы там он и авто то есть не будем за людей делать мы с удовольствием будем помогать но при условии что они это хотят сами вот я не не хотят я хочу пояснить что не обязательно один дом то есть это может быть несколько домов вот несколько домов инициативная группа собралась собственники хотят благоустроить свою территорию то есть они проводят общее собрание собственников решают что им нужно сделать обращаются как говорится уже с проектом примерным до нарисовали что они хотят видеть можно обратиться в партию единая россия там заявочки эти собирают и уже дальше партия единая россия совместно с департаментом они с специалистами именно узкими специалистами смотрят как можно это лучше сделать вот то есть уже сейчас можно вот составлять такие планы и подавать заявки да еще не утверждено так как времени очень мало и вы видите очень большой не утверждены до конца перечень основных работ на еще понимать что будут только а перечень основных и дополнительных работ то есть это не то что есть условно говоря я прошу прощения повторился жители захотели тут я не знаю какую-то площадку сверхъестественно построить да то но это уже так скажем да 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 то есть будет указано что можно что дополнительно можно вот так но мы-то призываем жителей уже включиться в работу самим и вот уже кто хочет где-то спортивную площадку детскую там какие-то скамеечки поставить освещение кому-то не хватает то есть уже чтобы эти инициативные группы собирались и эти свои какие-то заявочки да вот уже отправляли чтобы уже можно было формировать примерно что хотят собственники а поэтому так мы на базе муниципалитета вот в городе на римаре там я сейчас боюсь ошибиться вроде до 22 или 24 марта будет формирована общественная комиссия которую войдут члены общественных организаций там депутаты представители партии так далее и тому подобное вот который возглавит мэр но уже сейчас будет новый мэр у нас вот который возглавит эту комиссию и вот они то есть общественные слушания будут по каждому поданных заявки то есть будут распределяться то есть их приоритетность какую будет первую какую вторая третье в этом году в следующем году какая заявка полностью уже сформирована какие заявки еще ну так скажем надо доработать так далее и тому подобное вот такой процесс уже движется вы сказали что средства уже выделяются они заложены в окружном бюджете они заложены заложена сумма там я могу даже сумму сказать 100 миллионов но вот это не значит что это вся сумма потому что финансирование будет долевое будет 40 процентов федерации 60 60 мы хочется понимать уже когда начнется вот практическая реализация проекта то есть в этом году или в следующем уже будет благоустроенным на тот или иной двор когда это в этом году в этом году начнется в этом потом в течение трех лет а если если найдутся такие дворы где нет активных граждан активных собственников жителей кто будет за них благоустраивать эти дворы или такого не будет они так и останутся то есть здесь все-таки должна инициатива исходить от граждан они должны быть заинтересованы чтобы их двор преобразился стал удобным поэтому в этом то и заключается вот суть проекта этого чтобы помогать именно граждан которые которые проявляют инициативу но я думаю такой ситуации она конечно возможно но вот предположите да то есть соседний двор хороший другой двор очень хороший обустроены все а мой двор не обустроен то есть здесь люди то сами они посмотрим там это чем хуже да чем почему что нам надо то есть они придут то есть а уже опыт будет за там заявку составить это не так сложно вот тем более вот алгоритм весь расписан просто пошагово просто расписан что и как делать все доступно все удобно то есть как бы каждый житель сможет я думаю собрать инициативную группу и предложить какие-то свои идеи по благоустройству на кого возложена реализация этого проекта это муниципальная власть отвечает за за реализацию той или иной заявки проекта не сбор по формирование именно формирование вот этих вот заявок проектов до муниципалитет а полномочия именно по реализации это я понимаю будет департамент правительства и жгх на низко автономного круга за все равно будет отвечать окружные власти да по сути это это будет к этому сводиться вот но я еще пользуюсь случаем хочу все-таки напомнить нашим чиновникам что детские площадки у нас 90 процентов уже оборудование на детских площадках она устарела и его нужно менять то есть даже в рамках вот этого проекта можно как-то нам все таки подключиться и обновить оборудование на детских игровых площадках вот о чем может идти еще речь вот детские площадки это какие-то может быть хоккейные коробки да если где-то есть большие там дворы там на той же первомайском да на той же первомайской вот правильно вы говорите если жители все-таки как-то соберутся до собрания проведут что им действительно нужна хорошая хоккейная коробка да и даже универсальная сказал бы площадка чтобы летом можно было и футбол баскетбол поиграть рядом какая-то зона отдыха скамеечки для бабушек там посидеть побеседовать то я думаю что рассмотрят их ну да желание тем более сам проект сам проект когда вот на семинаре выступал замминистра он сказал сам проект он достаточно живой то есть не не еще они даже сами не знают то есть то есть кого как каждом регионе своя специфика поэтому даже вот этих всех методичках очень четко сказано вот федеральная а вот окружное это вы сами думать у нас уже третье или четвертое заседание рабочей группы на при вот департаменте проходит где мы вот эти нюансы все обсуждаем потому-то на самом деле специфика очень большая да начиная вот сегодня у нас в один из вопросов поднялся по поводу озеленения да когда очень много саженцев которые высаживаются да они не приживаются то есть ну то есть большая то есть вот и вот есть специальное то есть оборудование то есть машины которые выкапывают и сажают то есть уже достаточно достаточно взрослые деревья то есть у нас же как посадили маленькие саженец да все это снегом зашло трактор проехал сверху снегоход проехал все от дерева ничего не осталось то есть мягко говоря вот но эти высаживать большие деревья то есть тут специальная техника и технология то есть и может ее надо обязательно задействовать чтоб как-то уйти от того что мы каждый раз сажаем сажаем итогов нету минуты деревья деревья не растут а озеленение это тоже может войти вот потом забывайте участие от жителей не зря же вот что но вот эта программа она немножко по-другому она не сверху вниз направлена а снизу вверх вот жители тоже должны участвовать жители сами вот озеленение вот они должны выйти там с лопатами тоже помогать то есть вот там но свой своим трудом вот хотя здесь в программах есть и финансовое но пока на территории округа решили пока финансовое участие людей убрать только трудовое участие то есть это прописано в проекте да жители сами принимают да 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 тоже тоже покраска там да там чего-то там покрасить там еще что-то там забор установить это же то есть они могут участвовать в отношении уже к этому будет совершенно другое уже к имуществу правильно-правильно вы совершенно правильно видите потому что если человек своими руками поставил там вкопает эту лавочку то он будет ее беречь как минимум потому что он свой труд ценит и так соответствие а если весь двор своими руками сделать то понятно и весь двор будет соответствие беречь будет сохраняться так и соответствие у людей другое другое отношение будет уже к своему двору к тому что там находят а как вообще вот как вы считаете как у нас сейчас обстоит дела с благоустройством как у нас во дворах уровень какой относительно прошлых лет конечно же все намного стало лучше и красивше да идет постоянное озеленение но всегда хочется большего то есть и жители допустим сами же опять да вот если считают что где-то им что-то не нравится здесь уже вот уже все карты им в руки они могут спокойно самоорганизоваться опять подать заявочку что вот если их не устраивает где-то то пожалуйста то есть этот проект позволяет заглянуть в те уголки до городской среды где жители считают что городские власти где-то не доработали поэтому довольно таки очень я считаю отличный проект и его нужно продвигать продвигать можно больше населения чтобы его как бы узнали и включились в работу на сколько проект рассчитан вячеслав и вы сказали на несколько лет да да на три года а есть понимание на какие средства ленинский округ может рассчитывать в течение этих трех лет или это еще это пока еще сейчас федерация они рассматривают каким образом и какая сумма будет идти субъектом которые вот мы не дотационные субъекты вот поэтому вот я считаю что даже сумма если неизвестно здесь все равно должны включиться все в работу ну конечно но хотя бы мы можем за круглого бюджета чтобы уже просто понимать обновление да чтобы представление все таки что наши жители хотят увидеть у себя во дворах и вообще в пешеходных зонах скверах парках поэтому в принципе если даже кончится до период реализации этого проекта можно рассчитывать вот на этот план и на дальнейшую его реализацию если мы не уложим да конечно если где-то в этом или в следующем году не успели сделать или средств не хватило то я уверен что дальше этот будет проект продолжаться и как-то реализовывать потом по большому счету посмотрим как он пройдет три года они покажут значимость важность и вообще настроить людей к этому проекту может мы за эти три года так благоустроенный марш что не узнаем и скажем ну все спасибо больше не надо к примеру это может вот наоборот то есть возрастет только аппетиты и только желание и по мира а помимо вот этой программы формирования городской среды и обустройство дворов входит еще места общего пользования то есть так называемые парки скверы вот на территории на лимара сейчас тоже в рамках этой программы часто рассматриваются двух два парка это так называемый юбилейный ему не официальное название насколько я понимаю это к возле очистных сооружений вот и не доделанно так скажем не доведен до ума да и он надо вести до ума и парк на территории лесозавода там гель губернатором планируется установка памятника памятника лесозаводчанам тоже рассматривается то есть это эти два два парка помимо вот благоустройство прилегать прилегающей территории домовой еще один вот вы сказали по поводу вот как происходит благоустройство вот на авиатором то есть люди жалуются то что там сделано как там где двор внутри двора это у них автостоянка где-то за двором где-то там подальше детская площадка в дороге да 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 вот и получается что что приоритет не да то есть машина оказывается приоритет не нежели да нежели ребенок да хотя можно было спокойно наверное поменять эти приоритеты и там где подальше сделать площадку стоянку для автомобилей да какая разница где у нас машина стоит а дети на суп они гуляли вот здесь ну под присмотром чтобы родители могли их видеть что тут недалеко получается ребенка должен идти куда-то непонятно куда машина стоит здесь вот здесь тоже наверное как бы ну тоже вопрос к застройщику но тем не менее можно местами поменять заявки укажут жители что хотят у жителей появляется шанс то есть немножко произвести корректировку то есть вот этого всего да еще хотелось бы пользуясь случаем рассказать о других проектах общероссийского народного фронта такой проект это карта убитых дорог вот здесь каждый житель также может принять участие в этом проекте в интернете значит найти этот сайт карта убитых дорог прямо набираете значит и отмечаем участок дорог дороги вот почему это актуально даже за прошлый год уже 63 тысячи дтп именно по причине убитых дорог вот поэтому общероссийский народный фронт этот проект запустил уже сейчас по моему пять с половиной тысяч на сегодня я уже посмотрел пять с половиной тысяч дорог россии отмечено с ненецкого округа есть сигнал с ненецкого автономного округа я думаю только летом начнут появляться дороги потому что сейчас у нас под снегом вот но принципе у нас конечно дороги то вот мы даже поездили сами посмотрели более-менее нормально где-то может быть в каких-то уголках есть но будем обязательно будем наносить будем включаться в эту работу но самое главное опять же это жители должны сами проявлять инициативу даже если бабушки вот не умеют пользоваться интернетом они могут внуков своих попросить или обратиться к нам вообще российский народный фронт и мы поможем все-таки нанести эту дорогу также следующий проект хочу озвучить это значит в рамках года экологии генеральная уборка также создана интерактивная карта на нее можно нанести значит все несанкционированные свалки которые жители обнаружили и уже мы продолжаем работу мы направляем в соответствующие допустим муниципалитеты какие-то но кто отвечает именно за эти свалки обращение чтобы эту свалку ликвидировали в настоящее время уже до 70 уже на территории ненецкого автономного округа нанесено несанкционированные свалок около 70 но основная масса это поселок андерман да у нас по моему три уже нанесено вроде вот по одной свалки уже отработали частично она значит ликвидирована это с лампами ртутно содержащими вот но по крайней мере уже проект показал свою значит эффективность как мне стало известно вообще это вот свалка которая с этими ртутно содержащими лампами они уже давненько уже чиновники знали не реагировали да то есть население обращались пока не обратились вообще российский народный фронт дело не пошло вот и самое главное что когда владимир путин на форуме действий он поднял этот вопрос говорит что иногда вот эти вопросы они просто на уровне чиновников замалчиваются то есть не губернатор не глава города даже и не знает что именно вот происходит а сейчас уже даже самим чиновникам удобно по картам отслеживать да какие все таки вот видит какие дороги вот или там те же самые свалки да нужно убрать свалки дороги привести в порядок это помогает вот кратенько еще об этих двух проектах в дополнение да вот вот такой книжки инструкции так вот в конце очень очень хорошо написано и самый важный шаг это наслаждаемся жизнью в своем красивом и удобном городе поэтому вот не только вот этот проект ну и проект который сказал да вот это вот самое главное чтобы мы строим свой город свое место где мы живем приводили порядок чтобы мы его любили то есть и соответственно благоустраивали то и дано и важно что все это зависит от каждого из нас ну конечно каждый ключ и все это не так много времени я хочу чтобы вы еще раз напомнили алгоритм для жителей куда обращаться как составить заявку куда ее подать и когда ожидать результата по алгоритм алгоритм вот по порядку за и заявку подается подается муниципалитет непосредственно либо вы искать или либо либо в городе лимар но если заявку вы подали в партию единая россия ничего страшного то есть они принесут они принесут эту заявку куда положено вот дальше заявка это рассматривается рассматривается на общественной комиссии общественной комиссии и по ней принимается решение но вот я еще раз хочу напомнить что самое главное чтобы каждом дворе или в каждом там доме была своя инициативная группа твой инициатор который это все отслеживает основная основная работа ляжет на плечи партии единой россии то есть она будет будет я думаю активно там проявит активность вот и народного фронта то есть мы тоже будем помогать то есть люди люди спокойно могут обращаться и в народный фронт и в единую россию то есть вот и но если нет муниципалитет тоже то есть вот все инструкции я еще хочу сказать что вот буквально на днях буквально на днях будет утвержден перечень работ он пока еще не утвержден еще немножко есть вот сырые места во всех нюансах но людьми двором так скажем дома можно уже собраться можно уже собраться и смотреть уже что мы хотим по крайней мере и к или кому-то уже так скажем поручить самому активному сказать то вот виктор вы будете заниматься там у нас там мы вам доверяем да вы самой там активны а мы таки так то есть уже вот таком плане правильно понимаю что общероссийский народный фронт будут все это дело контролировать немного как бы пугает всех таких контролеры да скажут вот мы тут работаем в этот контролеры нет мы и в том числе и в том числе мы будем и в том числе контролировать и контролировать Просто чтобы все это не замерло там в каком-то засяточном состоянии, кто-то должен все равно контролировать. Да-да-да, чтобы не нарушался, вы поймите, чтобы очень важно, чтобы вот чиновники на местах не сделали этот проект в обратную сторону, чтобы не получилось, что мы приходим к жителям какого-то дома, а они говорят, а мы слухом, не знаю, приехали строители, что-то сделали, да, и уехали, ну, а мы сказали, ну, спасибо, то есть такого, чтобы не было. Или на общем собрании хотели одно, а мы хотели одно, да, вот второй пример, вот этого, чтобы не было. Вот для чего нужен народный фронт, чтобы немножко как бы в нужное русло поворачивать вот эти все движения, которые могут происходить. А если все-таки случилось все в обратном направлении, вы придете и заставите сделать так, как должно быть? Нет, вы поймите, тогда это, это нет, это просто зря потраченные деньги, ведь проект в этом не заключается, что снизу вверх. Ну, построили площадку, тогда зачем вот этого можно было? Просто понять... Ну, до этого не дойдет, поэтому... Ну, да, я думаю, что крайне дойдет. Будем надеяться. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Надеюсь, заявок будет много, и средств будет на это выделено, дело тоже достаточно, чтобы наш город стал благоустроенным, комфортным для каждого жителя. Спасибо. Спасибо вам, приглашайте, мы всегда рады, тем более, уже будем конкретнее, больше будет конкретники, по крайней мере, уже там вот... Примеры уже какие-то будут. Примеры, да, да. А потом уже переходите на, то есть, как бы, сначала на более такую ступеньку выше, это тоже, как бы, немаловажно. Будем наблюдать. Спасибо вам. Спасибо вам. Это было актуальное интервью, увидимся. Спасибо.